Итак, для того, чтобы написать наш сегодняшний масляный портрет, нам понадобится белило-титановая, охра светлая, красная кадмия, английская красная или терророса, краплак, зеленый веридиан, ультрамарин, умбра натуральная и черный цвет, айвари-блэк. Для того, чтобы начать этот процесс, я рекомендую вам разделить портрет на три цветовые зоны. Для первого светлого участка, первой зоны, мы возьмем немножко белилую, охру и капельку английской красной. Мы должны смешать этот оттенок. Больше в сторону охры, светлая. А потом из этого цвета можно взять еще один оттенок и добавить ему белилу, высветлить его, для того, чтобы иметь такую своего рода тональную шкалу. Также можно из этого цвета высветлить еще один тон. Для следующего оттенка мы берем английскую красную и смешиваем с охрой. Также берем белилу и получаем более темный оттенок. В этом цвете должен преобладать уже цвет английской красной или терророса. Можете изначально взять немножко больше, чтобы этого цвета хватило и для других оттенков. Также этот же цвет можете разделить и создать еще один оттенок более светлый. Этот цвет предназначен для второй зоны цвета, который находится посередине лица и предполагает, что он будет предназначен для носа, для щек и для уха. Также можно из этого оттенка взять еще одну порцию, разделить и создать третий такой оттенок, но более светлый. Для того, чтобы создать третий цвет, нам нужно сначала смешать черную с белилой и создать вот такой тональный серый цвет. Который также можно разделить на более темный и на более светлые оттенки. Этот цвет тоже найдет свое место в портрете, в тех местах, которые мы будем писать более холодными. Создали один оттенок, разделяете и смешаете с большим количеством белила. А теперь для того, чтобы создать третью зону, цвет для третьей зоны, для нижней части портрета, вы берете уже немножко английской красной. И берете из этой части первый оттенок и смешиваете его с серым. Он получается такой холодный оттенок. Это будет предназначен для нижней части портрета, подбородок, рядышком с губами. Также можно сделать еще один оттенок, более светлый. И этот будет цвет для нашей третьей зоны. Можно также его высветить. А для того, чтобы написать тени, я рекомендую брать зеленый виридиан, краплак и кадмий красный. В этот сет нужно стараться, чтобы то сюда не попадал, не попадало белила. Этот сет предназначен для того, чтобы прописать, рисовать конструкцию, линейно-конструктивный рисунок портрета, а также можно его использовать в тенях. В нем не должно попадать белила. Значит, для первой зоны, светлой части, на лбу мы используем вот эти три части, смешанные между охрой и белила титановой и капелькой английской красной. Для второй зоны, где нос, щечки, веки и ухо, мы используем терроросы и охру светлую плюс белила, но в меньшем количестве. А для третьей мы смешиваем белилу титановую с ivory black черной, и потом, создавая серый, мы смешиваем его с этими оттенками из этой категории второй, и получается у нас вот эта серия. А для рисунка самого на холсте и для теней мы используем краплак, веридиан и немножко красного кадма. А теперь мы можем приступить непосредственно к самому портрету. Итак, если уже вся наша палитра готова и вы хотели бы приступить, я бы посоветовал вам перед этим покрыть холст небольшим количеством маслом длины для того, чтобы обезжирить холст. Тогда, когда вы будете наносить рисунок линейно-конструктивный нашего портрета, сама кисточка будет скользить и мы сможем этот процесс легче проделать, и если будут какие-то моменты для исправления, мы сможем это легко тряпкой удалить. Пишем мы условно портрет, не без модели, поскольку задача этого сеанса заключается в том, что мы хотим показать распространение цветовых зон на портрете, а не просто передача какого-то типажа или персонажа. Пишем мужской портрет, и поскольку уже все цвета подготовлены на палитре, цвет, который мы будем использовать для того, чтобы нарисовать портрет, будет у нас умбра натуральная с краплаком и зеленым веридиан. Вытираем немножко тряпкой. Таким образом мы обезжирили холст, и теперь мы можем непосредственно приступить к линейно-конструктивному рисунку нашего мужского портрета. Для этого я вам рекомендую сделать сначала такой круг, условный, и в этом круге давайте постараемся увидеть такой боковой план. Мы можем сейчас сделать такую ось условную для нашего портрета в три четверти. И теперь нам нужно определиться, где будет у нас примерный условный конец, и к этому концу будет идти вот наша челюсть и подбородок. Теперь нам нужно будет разделить вот этот участок на две ровные части, поскольку это будет наша линия середины глаз. Немножко выше у нас будет линия надбровной дуги. Когда мы определились с линией надбровной дуги, мы разделяем вот этот участок на две, поскольку здесь должны входить два носа. Третий нос у нас будет заканчиваться на уровне бугарьков, и мы получаем таким образом передний план по пропорции. Сбоку мы должны иметь такую картину. Здесь линия середины глаз, который делит наш портрет на две ровные части. Здесь первый нос, здесь второй нос на линии надбровной дуги, на линии бугарьки третий нос, и тут еще 0,5 остается. Когда мы определились этими пропорциями, мы уже понимаем, что здесь у нас условно будет находиться ухо. Так, а здесь мы вырезаем вот такой элемент для глазной ямы. Потом мы находим местоположение скул, и от этого места мы можем идти вниз. Здесь мы можем дать условно шею. Вот у нас получается примерно на этом этапе такой портрет с тремя планами. Передний план, боковой план, верхний план. Здесь будет еще нижний план. Можно расширить, также добавить немножко больше черепа сбоку. И теперь, когда у нас есть большая макроформа, мы можем приступить к тому, чтобы обозначить местоположение нашего носа, который будет, призма носа будет выходить вперед в объем. Надо убедиться, что по этой оси трапеция носа будет состыковаться здесь наверху с этой точки, а здесь внизу с этой точки по линии оси. Здесь даем небольшой нижний план носа. Поднимаемся наверх и получаем вот это местоположение наших глазных глаз. Здесь у нас условно будут находиться глаза. Можем разделить сейчас к нашему слизняку идет вот эта призма носа. Теперь, если мы хотим определиться с местоположением губ, тогда мы делим вот этот участок на три ровных частей и на высоте или на границе между второй и третьим находим линию середины губ. Вот мы ее так условно пока что показываем. Ставим вот эту верхнюю и нижнюю губу. Пока что только геометрически, как обрубовочную. И сейчас мы можем найти и подбородок наш. Здесь у нас внутри будут глазные ямы, орбиты глаза. Мы пока что вот так их распределяем. И здесь у нас будет надбровная дуга. И таким образом мы получаем за очень короткий период вот такой условный портрет. Когда мы будем носить цвет, часть этого рисунка будет смешиваться с этим цветом нашего портрета. И это тоже нормально. Теперь я рекомендую сразу начинать с теней. Можем сразу немножко покрыть тот участок, который у нас предназначен для волос. И боковой план. Для этого мы используем такой же цвет, который мы использовали для рисунка. Вот таким образом быстро мы покрываем этот этап. Это условный такой персонаж. Это перед тем, как мы приступаем непосредственно к внесению цвета. Можем здесь вносить немножко цвета для теней. Свет у нас будет падать с правой стороны. Верхнюю губу тоже отправляйте в тень. И нижний план тоже так отправляйте в тень. Ну а теперь непосредственно можем приступить к тому, чтобы написать. Для первого этапа я рекомендую вам начинать с самого светлого плана. Это вот эта зона. Она у нас будет прописана вот этим цветом, который мы приготовили для зоны света. Верхняя часть. Поскольку лоб находится самый близкий к свету. Мы вот этот участок полностью и боковой план покрываем вот этим цветом. Мазки вы можете сделать по форме, как идет форма. Здесь по диагонали. Пока что покрываем верхний план бугорков. Условно. Мы покрыли его по этим цветом. Это первая зона цветовая. Вторая цветовая зона у нас средняя часть портрета, на которой находится нос, щеки, глаза и ухо. И мы для этого берем самый темный вот этот цвет и покрываем первым делом нос. Призму носа. Пока что без детали. Поскольку сет будет падать с правой стороны, я вот этот участок, боковой план носа оставлю для более светлого оттенка. Ухо тоже могу покрыть вот таким более темным, скажем так, тоном. А также боковые планы до глаз. Вот так. В том числе и скулы. И щечки. Полностью. Это та часть, в которой сконцентрировано большее количество капиллярий. Вы можете заметить, когда человек приходит с улицы от холода, то у него нос очень красный, уши очень красные и щечки. Очень красные. Вот таким образом мы этот этап прошли. Вы можете еще раз затемнить вот этот участок глазных ям. Более темным вот этим нашим цветом. Там наши глаза находятся. Ну и для третьего, для третьей зоны мы берем уже наша вот эта третья категория, третья палитра. Самая темная часть это подбородок, челюсть. И мы покрываем ее вот этим оттенком для третьей зоны. Но эта зона тоже имеет огромное количество плоскостей. Поэтому некоторые элементы, они будут покрыты другими оттенками. Например, вот этот участок, где наши губы. Я советую сделать его более холодным, но и по тону более светлым. Смело вот так покрываете эти зоны. Здесь есть падающий свет на верхний план подбородка. Вы его тоже покрываете. Так. Тут есть небольшая граница. И здесь этот участок тоже. Для вот этого участка я рекомендую взять более светлый из второй категории. Вот такой участок. Верхняя губа, она более темная. Поэтому беру немножко краплака и английскую красную. Можно взять немножко умбру. И покрыть ее полностью более темно. Еще более темно. Белилу в чистом виде и черный в чистом виде мы не используем. Даже для волос. Можно взять более сложный такой цвет смешать. Возвращаясь обратно к тени, можем немножко создать больше контраста тут. Используем для этого крапла, веридиан, умбру натуральную. Ну и получаем соответственно вот эти глазные ямы более глубокие. Ну и соответственно вот эти переходные участки под носом. На уровне губ. щек, скул, глаз и так далее. Глаза. Рекомендую вам отправить их в глазных ямах, чтобы они не привлекали слишком много внимания. Что касается шеи, она частично может быть покрыта вот так, более светлым. на этом этапе. И вот это то, что мы имеем на данном этапе. Первая зона самая светлая, поскольку она самая близкая к свету. Вторая зона немножко более красная, потому что она ближе, она имеет больше частей, больше плоскостей. Тут и ухо, кстати, можно назвать ее более красным. Используя ту же самую палитру. Так. Так. И берем. Так. Нос. Может стать еще более красненьким. На этом участке. Где нозыри тоже. И губа нижняя, она получает больше света, но тем не менее она более красная. А глаза, мешки под глазами, должны быть немножко более темные. И они не должны на этом этапе привлекать внимание. Все, что связано с глазами, на этом этапе нас не должно волновать. Вот это то, что мы имеем за очень короткий период. И этот рисунок, он еще поправляем. То есть он в процессе. Для волос я рекомендую не брать черный в чистом виде. Возьмите ультрамарину. Умбр натуральный. И может вот так. Боковой план портрета. Немножко. Затемнить. Разделить его на верхний план. Только так. Без силуэт. Сейчас не ставится вопрос о том, чтобы это было правильно нарисовано. Еще процесс идет. Таким образом, за очень короткий период мы можем распределить три зоны цветовые. Самый светлый наверху находится на палитре из этой категории. Полутемный находится из этой категории. И самая холодная это нижняя. На палитре вот мы берем ее снизу. За очень короткий период мы сможем распределить легко вот эти три цветовые зоны. И тонально, и от тепло-холодности. Самый светлый наверх, самый холодный и темный внизу. А сейчас мы должны усложнить уже и по плоскостям, и по рисунку нашу модель. Я советую вернуться обратно на первый этап. В первую зону. И создать такой цвет оттенки немножко более темный. То есть мы добавляем немножко охры светлый. И затемняем вот этот участок. Он у нас будет боковой план лба. И мы его вот так немножко более затемняем по тону. Также мы затемняем верхний план. Переходный между верхний план и передний план. Весь этот участок он у нас вот так немножко более темный становится. И лоб таким образом выходит вперед. А также этим же цветом мы затемняем вот эти боковые планы. Переход между боковым и передним. И он уходит вниз до баки. Так же можно пройтись частично и по векам. По надбровной дуге, извините. И по векам. Эти цвета сейчас, когда мы накладываем эти слои, они смешиваются. Там создаются новые оттенки. А теперь можно взять средний тон. И прописать еще раз вот этот участок. Но не прямо по краю, а немножко внутри. Так получается. И мы высветляем таким образом передний план лба. До бугорков. В бугорке это место, где начинается наша волос. И таким образом создаются новые тона. Можно и по векам. По надбровной дуге. Так. У нас появляется новый план. Этим же цветом мы проходимся по вот этим частям. И у нас есть небольшой участок сложный между ухом и скулами. Это что-то смешанное. Он по тону. Немножко более нейтральный. Мы его покрываем вот так. На данном этапе. Там есть косточка, которая выходит на свет. Само ухо. Она может немножко быть более конкретизованная. И снаружи, и изнутри. Ухо у нас должно находиться от начала носа до надбровной дуги. Можем уточнить одновременно и рисунок носа. И последний этап верхней зоны. Это еще не чистое белило. Это вот этот переходной участник. Мы вот так его фиксируем. Условно. И переход сюда. То есть это не самый светлый еще, но довольно светлый. По костям. Это не блики, но такие места, которые мы обозначаем цветами из первой колонки. Дальше. Возвращаемся обратно уже ко второму ряду. То есть у нас тут получается где-то 12 цветов. И вот мы просто должны по тону решить местоположение для каждого из них. Затемняем немножко надбровной дуги. Рисуем и пишем вот эту часть перехода между надбровной дугой и глазной ямой. И потом отпускаемся ниже к мешкам вот этим нашим под глазами. Немножко высветляем. И переходим к излезнякам. И к счетчикам. Для счетчик. У нас тут есть вот такой оттенок, который мы берем на переходе. Вот он тут. И стирается граница между боковым планом носа и щечками. По скулам сбоку тоже даем такой же акцент. И возможно и на переходе между носом, между передним планом носа и боковым. Тоже можем добавить такой акцент. Задача не создать очень сложный портрет. Это аллопримный в одном сеансе. Такого же тона более светлый может и ушко быть. Или элементы ушки, которые выходят на свет. Поскольку мы находимся еще в этой категории, я рекомендую вот здесь между носом и щечками. Немножко усложнить тень падающей от носа. Это план, который самый близкий к нам. И он, соответственно, темнее. Затемнить губы еще на один уровень. Еще на один тон. Средняя линия губы, она должна быть более темной. А тень сбоку, она может быть обобщенной на данном этапе. Такс. И, в принципе, весь портрет он поэтапно вот так прописывается. Такс. В чистом виде черный, конечно, не берем. Но для акцента можем смешать с краплаком. И создать определенную границу перехода между светом и тенью. В нижнюю часть можно еще немножко затемнить и тем самым еще охладить немножко нижний план. Где у нас подбородок. Я бы сделал ее еще холоднее. А на стыке между челюстью и щечками тоже бы добавил вот такие оттенки. Более холодные. И более темный потомок. Очень холодный оттенок у нас находится тут на стыке. Здесь сбоку мы его не можем ставить. Но здесь надо его вот таким образом прописать. Эти же оттенки серого мы можем положить понемножку, начинать прописать на волосах. Чтобы разделить планы. Вот. Холодный оттенок с серым можем ставить над верхней губой. И в районе где у нас яма губ. Это не надо выделять. Можем создать еще один оттенок для тени под губами. Мышц губ. И этот же цвет можем добавить вот на переходе между мандибулой. Нос. Передний план. На переходе между нижним планом и верхним планом. Можно немножко усилить эту красноту. Но надо смешать его с серым. Чтобы не был очень зажаренный. Оху. Чем больше ограничена палитра тем лучше. Лучше меньше цветов чем больше. Тогда вы постарайтесь создать новые оттенки. На зря. И этот же цвет может пойти сюда к щечкам. губы. Одна верхняя уходит в тень. А нижняя получает больше света. Мы ее высветляем. Теперь передний план нашего подбородка. Он выходит немножко вперед. нет. Поэтому мы его тоже охладим и затемним потом. на зону. Тут определенная граница идет. Такие же тона холодные у нас здесь под глазами. Мешки. Можем их немножко постараться найти. Главное не выделить слишком сильно глаза. Можно постараться найти брови. Нечистым черным. Краплак. Немножко ультрамарин. Даже зеленый. И просто найти по косточкам те места, которые самые являются на стыке между светами тени. Также можно попробовать найти местоположение радужного оболочка. Но мы его не вырисуем. Мы их отправляем вот так в тень. Самый темный участок тут у нас вот этот участок. Некоторые вещи в любой момент можно доправить. Исправить. Немножко успокоить. И доработать. Теперь можно взять, попробовать сделать элементы век, которые у нас больше светлые. Но поскольку они в тени, мы их не делаем сразу очень яркими. Исправить. 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 Верхнее веко. На верхнем веке можно посадить свет. Небольшой. А вот нижние веки, они немножко светлее. Они получают больше света и, соответственно, они и холоднее. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На стыке между щечками и носом появляется складочка, ее тоже можно проговорить, но по мере возможности надо ее смягчить, чтобы не был контур. Таким образом в какой-то момент все это палитра начинает смешиваться. Появляется все больше и больше деталей. Скулы получают больше света и старайтесь держать одновременно и одну и другую часть. Работаем симметрично. Небольшой блик на губах. Можно и холодным. Небольшой блик на стыке на нос, на носу к месту, где идет носовая кость тоже, большой блик. Вот так за короткий период можно очень быстро прописать. Заметьте, что глазам вообще никакого внимания. То есть в какой-то момент, если вы хотите дальше прописать, делать эти все детали, детализации, да, вы можете это уделите этому больше внимания. Рисую его тем самым, уточняя его. Можно немножко одновременно с волосами поработать. Рисую его. Рисую его. Рисую его. Рисую его. Рисую его. Ну и теперь такой условный можно сделать серый фон. Для того, чтобы выделить всю эту массу и вы поняли, как работает эта зона цветов. Как можно прощить. Это короткий такой этюд Алла Прима, который может быть усовершенствован и доведен до системы. Во времена Рембрандта не было таких возможностей, количество цветов и палитра была очень ограничена. В наше время есть больше возможностей, но я считаю, что можно научиться больше у старых мастеров и ограничивая свою палитру, научиться смешать и грамотно ставить эти цвета, каждый на свое место. Вот это за короткий период я стараюсь своим ученикам объяснить, как работать с цветом на портрете. Женский портрет немножко отличается по гамме, но принцип тот же самый. Есть три зоны. Самая светлая наверху. По середине у нас самые такие, как полутетень. И нужно использовать и холодные, и теплые, поэтому самое холодное у нас внизу. Ну и напоследок самый яркий наверху. Ну спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...